Когда я делал эти препараты, в одну капсулу они все не входили Поэтому принято было сделать два препарата В один сместить ингредиенты, которые больше работают на сосуды В другой, который больше для сердца предназначен Так появилось два препарата Но это и хорошо, потому что в кардио, например, входит такой компонент Как убихинон, гуэнзим Q10, там 30 мг Это вполне приличная доза В аптеках продается препарат Кудесан Слышите? Да, да Там тоже 30 мг Так что смотрите, что аптечный препарат, что у нас, ничем не уступает Недаром чиновники с Росздравнадзора говорили Вы тут производите пара фармацевтики, мы вам это не разрешим Мы говорим, ну вот это же ваши допуски Это, ну пусть это верхняя граница норма Но это ж можно ее до верхней границы Ну, в общем, выбери как-то это Значит, кардио Он обеспечивает оптимальную работу сердца То есть он поддерживает фракцию образа, то есть насосную сократительную функцию Стабилизирует ритм сокращения за счет экстракта боярышника Препятствует развитию миокардио-дистрофии за счет того, что там селен Ну вот, вот таким образом И совместное применение кардио и ангио дает, конечно же, максимальный такой клинически значимый эффект То есть этими двумя препаратами можно не просто профилактировать, можно заниматься реабилитацией сердечно-сосудистых заболеваний Легко Легко и ненапряжно Далее, что нужно еще для сосудов? В сосудистую программу входит С-комплекс С-комплекс нужен для защиты сосудов от оксидативного стресса Если стресс достаточно серьезный, добавляем антисорб Антисорб Далее, обязательный компонент сосудистой программы Омега Плюс Для чего Омега Плюс? Для стен Да, строительный материал для стенок сосудов, для внутренней, для эндотерии сосудов Вот, вот эти компоненты входят в всю сосудистую программу По одной капсуле два раза в день По одной капсуле два раза в день, да Натощак, натощак Запивай чем? Ну тут уже варианты, как бы, на выбор Можно чай-банкет, можно кардекс, можно там претти, ну в общем, разные Так, у нас по... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!